Как теперь должны взаимодействовать между собой органы госвласти и местного самоуправления в деле предоставления государственных услуг населению, сегодня обсуждали в Управлении Росреестра по Кабардино-Балкарии. Представители Минэкономразвития, Многофункционального Центра и Налоговой Службы Республики сверяли сроки запуска и подготовки перехода на систему межведомственного взаимодействия в рамках программы «Электронное правительство». Сему продолжит наш специальный корреспондент Марина Ярославская. Предоставлять услуги на базе межведомственного взаимодействия органы госвласти уже начинают. План перехода на электронный обмен документами между структурами определен и выполняется в срок. Так, на этапе двух первых пунктов пакет документов, таких как справки и выписки, людям нет нужды собирать самим. По запросам, например, Росреестра Рик Палатовы дает выписки. Портал госуслуг с 1 июля увеличивает свои возможности. Необходимые документы и бумаги заявителю будут предоставляться от ведомств в электронном виде. На сегодняшний день возможности отказать гражданину в приеме документов для получения государственной услуги нет. При отказе должностное лицо влечет наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей. Получить госуслуги теперь можно и в многофункциональном центре. Представители территориальных органов исполнительной власти уже находятся в нем и готовы вести работу по конкретным случаям. Пока органы госвласти по требованию граждан будут обмениваться документами в бумажном виде, а по мере готовности операторы «Всеразум» перейдут на электронный документооборот и заработают в единой системе межведомственного электронного взаимодействия. Марина Ярославская, Санкарданов, Вести, Кабардино-Балкария.